друзья привет привет мои хорошие а у меня сегодня первый блин кома я снимала по своему любимому древнему рецепту на моем канале десяток таких уже бисквитных рулетов и тортиков и пироженок всегда делаю одно и то же и сегодня я его приготовила конечно же правильное 30 лет так делаю но дольше оставила в духовке бисквит пересушился и не скрутился рулетиком пока же я снимала крем то все понимаете там за кадром жжете убирание идут намывание так дальше и вот вместо рулета получилось пироженки также это тесто подходит для рулетов и просто бисквитных заготовок еще меня мучили сомнения выкладывать его или не выкладывать выкладывать не выкладывать свой свой не очень удавшийся эксперимент он такой хорошенький и вкусненький получился так что друзья не судите строго выдаю рецепт правильный внизу под видео с таймингом то есть что зачем и сколько где держать и удачи всем на кухне и так позвольте мне поделиться с вами рецептом проверенным временем именно по этому рецепту я уже 30 лет пеку свои бисквитные рулеты с повидлом и шоколадные с кремом сливочным или заварным сегодня будет масляно заварной крем смотрите секрет очень прост на одно яйцо вы берете одну полную с горкой столовую ложку сахара и столько же муки вот сколько яиц в данном случае в данном рецепте который вы будете я надеюсь смотреть до конца три яйца три ложки сахара вот я взбила со щепоточкой соли 5-7 минут взбивается дальше добавляем три столовые ложки муки полная с горкой вот смотрите полные при полные и очень очень аккуратно движениями снизу вверх вот так зачерпываем перемешиваем чтобы не нарушить нам эти пузырьки воздуха которые в яйцах образовались с помощью длительного взбивания друзья рецепт конечно элементарный до 3 яйца там три ложки сахара три ложки муки тут важны все эти секретики понимаете не шуметь на кухне ничем не и глюкнуть чтобы сухая чистая посуда была ну я вам напишу еще под под низом подробный рецепт и также дам ссылочку на пошаговый рецепт рулетика бисквитного это позволит вам добиться хорошего результата не разочароваться в этом рецептике и тщательно его готовить конечно развиваем не взбивая миксером а перемешиваем вручную вот так я прокручиваю немножечко значит лопатка снизу вверх мисочку прокрутила опять снизу вверх открутила немножечко снизу вверх эти тема со становится гуще и дальше будем добавлять одну полную столовую ложку порошка какао но это очень очень качественный из магазина для кулинаров-кондитеров порошок какао порошок он даст нам и вкус и цвет и аромат шикарный а также загустит немножко тесто оно еще слегка жидковато и наверное вы слышите духовка за спиной уже греется в горячую духовку нужно будет то есть тут быстро быстро все делается приготовьте духовку сразу точно также очень аккуратно бережно перемешиваем не забываем по краям до меня это какао уже просто пахнет трюфельными конфетами я вам рекомендую покупать выбирайте высоких сортов или просто очень дорогой или в восточном магазине где специи от него зависит половина успеха вот такое красивое шоколадное тесто у нас получается блестящие чуть-чуть уменьшилась в объеме за того что все таки нужно тщательно вмешать это все размешать и будем отправить духовку листик я не промазываю маслом чтобы не получился жирный мурлет и не опал я использую силиконовый коврик вы можете бумагу для выпечки если такого у вас нету равномерно распределяем сначала выливаем потом с помощью лопаточки так растягиваем все нужно делать достаточно быстро но аккуратно тут надо постараться чтобы он не опал полностью у нас потому что для бисквитного теста стресс его переворачивают перемешивают куда-то выливают заливают в комнате в который готовить на кухне должно быть умеренно тепло чтобы ему не было холодно и неприятно этому тесту видите до краю я не дохожу вдруг она от высокой температуры в духовке чуть-чуть потечет начнет растекаться просто чтобы не испачкала мне листик не нужно мыть духовку минут на 15 ставьте таймер если уходите с кухни она готовится быстро потому что же тоненькая и духовка на 180 190 уже включена разогретая пока тесто в духовке занимаемся кремом мы будем взбивать пол пачки сливочного масла у меня фермерская 82 с половиной процента жирности она провела целую ночь на кухонном столе то есть много часов 5-7-10 оно должно у вас согреться самым обыкновенным миксером я это сделаю 600 ватт сначала на маленьких оборотах секунд 30 затем на высоких сбываем до побеления до увеличения в объеме чтобы такая пушненькая красивая масса была вот такая друзья красивая светленькая масса получилось смотрите уже похожая на крем для заварной основы одну столовую ложку крахмала кукурузного одну столовую ложку полную при полную сборка хорошего высококачественного сгущенного молока один стакан воды кипяченой холодной охлажденной вливаем постепенно и размешиваем постепенно и дальше доливаем вот с такой же однородной массы отправляемся на плиту и непрерывно помешивая быстро быстро доводим до кипения и выключаем загустела друзья ну это называется белый пудинг по нашему заварная основа или просто молочный кисель вместо сгущенки и молока вы можете использовать и воды можете использовать молоко и сахар но у меня такой был набор продуктов исходя из него я и готовлю все оставляем на столе бисквит шоколадный у нас уже будет сейчас остывать заварная основа температура компонентом нашего крема должна быть одинаково иначе он может расслоиться или не так сбиться понимаете тут надо набраться терпения отставляем все на часок и выходим с кухни для рулета бисквит пересушился в духовке пока я снимала крем друзья я вам признаюсь честно скручивать значит его не буду разрезала на несколько кусочков он гибкий он может скрутиться но будет лопаться не буду говорю как есть и вы смотрите если он мягкий скручивается делаем рулетом если такой поплотнее просто тортиком перемажем да и все чтобы было красиво и эстетично дальше друзья завершаем работу над кремом в наше взбитое масло по 1 столовой ложке вводим вот эту густенькую же полностью охлажденную массу нашу сладенькую взбиваем недолго нас становится светлее и пышнее вот крем густой хороший в меру сладкий когда он отстоится в холодильнике с нашими пирожниками он будет очень очень стабильный будет хорошо нарезаться тортик хорошо транспортироваться но торт рулет пирожное что у вас получится собираем корж немного крема для того чтобы он не ездил не соскальзывал обычно я под низ кладу крем но я же не буду на этой досточки подавать поэтому на блюдо обычно накладывать чтобы не уехал при подаче еще один наш коржик чуть-чуть придавливаем слегка с боков немного крема вверх тонко выровняла и остатки крема распределяю готово дальше в холод на часок и будем нарезать такими тоненькими пирожными порцион для порционной подачи сейчас в холодильнике и можно нарезать вот друзья даже за один час в холодильнике тесто успела пропитаться и мягко хорошо нарезалась бисквитик хорошо впитал крем хотя он же масляный но видно заварная основа поспособствовала этому вот такие чудесные простенькие пирожники получились хотя планировался рулет друзья ну экспромт на кухне еще никто не отменял я благодарю друзья вот что досмотрели то виде до конца провели время на моей кухне наблюдали за моими кулинарными экспериментами рецепт читайте под видео там будет четко и точно все расписано буду очень признательна за ваши лайки и репосты за комментарии если что-то непонятно спрашивайте пусть не сразу но я обязательно всегда отвечаю обязательно добра здоровья всем пока